Вас запретили. Кто? Кто? Запретили, запретили. Помогу свою уберите, пожалуйста. Московская элита. Ну ты подходи с Майбахом. Ну ты смотри, весь ряд. Майбахом вообще правила не писано. Один с одной стороны стоит. И на красной. Российская Федерация. Опустите, Секлосово. Добрый день, извините, что отвлекаю. У вас, наверное, карт-бланш на свинство. Мы из общественного движения СтопХам. Это полоса движения, вы здесь не должны стоять. Вас запретили. Кто? Кто? Государство. Покажите. Покажите. А вы покажите что-нибудь. Клей, наклей. Сейчас я тебе наклею. Наклейте, наклейте. Клей, клей, клей. Пусть наклейка уезжает. Запретили, запретили. Помогу свою уберите, пожалуйста. Тихо, вы меня пихаете. Все, до свидания. До свидания. Готов еще одну. Сейчас я тебе приготовлю. Что вы сделаете? Вы себе место парковочное не в состоянии найти. Наклейте. Да? Мне сложно было уехать, что-то. Надо же хамить. Запретили. Можно было? Да все, забей. Да не мы, это он красивый. Мы попросили убрать. А вы кто? Вызывайте. Готовь еще одну. Готовь еще одну. Да, Серега, вызывайте ментов. Вызывайте ментов, Серега. И мусорить не надо. Дома у себя мусорить будете. Вот вы закройте. А? С вами. Спасибо большое. Что, просто пранков не было? Не-не-не, да никаких пранков. Вруби телефон на всякий случай. Я таких знаю, со спины нападают. Уже не один раз. Ваша же незаконная организация. Покажите, покажите. Что? Ну покажите, что незаконная. Кем она запрещена? Судом. Каким? Зачитайте, прочитайте статью. Да, на России. Читайте статью до конца, раз в жизни. Вот сейчас, первый и последний раз в своей жизни, вы прочтете не заголовок, а статью до конца. Так, там написано. Я говорю, запретил юридическое лицо. А что это значит? Мы не можем получать президентские гранды, которые мы не получаем. А что это значит? Ничего это не значит. Вместо того, чтобы говорить, можно было один раз в своей жизни прочитать статью. Это произошло три года назад. За тысячу дней вы не удосужились статью до конца дочитать. С вами говорить не о чем. А вы и не можете, у вас уровня недостаточно. У вас недостаточно уровня. Уважение к себе, уважение к окружающим. У вас его нет. Ментов вызову, ваш предел. Хорошо? Вот и все. Убирайте машину или еще получится. А где Егор? Вон их друзьяшек пусть тоже убирают все. А то они на майбахах и стоят на полосах движения, и нам можно. Мы штраф заплатим. Знаешь, это такие вот элита, элита. У нас таких элит нет. Я тут и ФСОшников прогонял, и ФСБшников, и всех подряд. Создаете препятствия для проезда, знаете? Ну и что, служба безопасности не дает никаких привилегий никому. Никому не дает. Я и сотрудникам полиции, Клею. Кому-то не дает. Вот посмотрите, какой поток движения, и за вашей колымаги им приходится в один ряд ехать. Вы нормально себя чувствуете? Каждый из них о вас добрым словом не обмолвится. Вот, не выкидывайте правильно, не мусорите. За это молодец. Но если что, здесь мы никуда не убегаем. Там таких, как вы, тучи, всех должны прогнать. Хорошо? О, полиция. На что мы рассчитываем, извините? Здравствуйте. Давайте сейчас первый оперативный полк машины, сюда полиция. Сейчас скандал не будем дальше? Никакого скандала ни в коем случае. У вас что, какая-то рейд, да? Не, ну просто вот смотрите, это общественное место, съемка, во-первых, известна, во-вторых, машина стоит на полосе движения. Я говорю, здесь движение, люди едут домой с работы, по делам. Не могли бы ли вы... Да, пожалуйста, если у вас есть возможность. Я тебя сейчас сделаю, только попробуй, я тебе то сделаю, я оттуда-то. Не уберете, получите стикер. Не уберу, открывает дверь, агрессирует, получает стикер. Общественное движение СтопХам. Мы люди, мы пешеходы, мы граждане. Мы призываем людей уважать окружающих. Я считаю, что бросить свою машину в центре города вот так, чтобы тебя обижали, это не уважение к окружающим. И мы, как сознательные граждане, должны это либо воспрепятствовать, пытаемся. Нет, мы призываем людей относиться к этому ненейтрально, потому что многие говорят, ну и ладно. Смотрите, сейчас у вас, это ваша машина, да? Да. У вас к данным гражданам каких-то претензий? У меня никаких. Кроме того, что они сейчас... Абсолютно никаких претензий. Мне просто хочется, чтобы они уважали людей вокруг. У нас к этой претензии гражданам не верят. Да, вот они наклеили. Вот сейчас. С нами проследуйте в отделении. Вы следуете, мне там делать нечего. У меня дальше очень много дела. Если что, найдете меня, я ниоткуда не прячу. Сейчас разберемся, потому что ситуация не надо усадиться. Если у вас время сейчас проследуйте, вы в отделении напишите, там будет уже разбираться сотрудник, который имеет опыт в таких делах. Что нарушено, кем нарушено. Если вы считаете, вы молодец. А вы считаете, вот здесь можно стоять автомобиль? Нельзя, конечно нельзя. На каком основании? Это полоса движения. Как минуточку. На каком основании? На полосе движения нельзя стоять. Почему нельзя стоять? Нельзя, вот как вы запарковались, 20 минут здесь стоите, нельзя. Здесь, одностороннее движение. Ага, и нельзя, можно стоять, да? Нельзя стоять. Читайте правила дорожного движения. То есть люди должны пересекать сплошную линию, да, чтобы движаться? Вы считаете, это нормально? Просто скажите, это нормально? Да. Да, нормально. То есть у вас стаж 40 лет, что... Ну вам не стыдно просто? Вот просто не стыдно? Нет, не стыдно. Я вижу, откуда вы? Не знаю, не знаю. Мур. Ребятам из Мура не стыдно. Не стыдно. У вас служба безопасная? Я просто сказал, я из общественного движения СтопХам. Мы люди. Я говорю, пожалуйста, если вы можете, я говорю... Мне Конституция говорит воспрепятствовать административным правонарушениям, пресекать их. Конечно, говорит, воспрепятствовать, обязывает меня, советует меня. Конечно, да. Как, я хочу следовать совету. Почему вы портите автоматически? Я не порчу, это не порчу имущество. Порчу имущество, это необратимый процесс от 2000. Здесь его нет. Это закон так говорит. Потому что... Да. Если вы считаете, что это так, вы можете считать, можете написать на меня заявление, это ваше право. Но я считаю, что высказывать неуважение к обществу так, я могу на Майбахе встать, это неуважение. Люди едут куда-то, посмотрите, поток им куда-то надо, а из-за него они должны притираться, сплошную полосу пересекать. Вы считаете, оно нормально из-за вас, из-за ваших отделок, из-за того, что ваш босс пошел в Булгарию что-то купить себе. Так не работает. Я научу вас уважать общество. И каждый день я буду ее видеть, я ее всю буду заклеивать. Знаете, хорошо? А как это называется? Не надо, не надо, не надо, не надо. Да потому что это бессмысленный. А если вы нарушители ничего не говорите, а им есть соответствующие. Неправда, неправда. Да у вас 10 человек уехало, сказали извините, мне не надо передо мной извиняться. Устраните административное правонарушение, будьте добры. Вы сказать, он вышел, начал дверь открывать, я тебя сейчас сделаю. Я его нормально попросил, он говорит, я тебя сделаю. Что он мне сделает? Ничего он мне не сделает. За мной правда. Немножко так получается, что вы как провокатор за нас. Видимо, я понимаю, что вы хотите в чем-то лучше сделать. А тут нет виноватых, здесь есть люди, которые не уважают общество, а я говорю, пожалуйста, уважайте. Он говорит, я тебе сделаю. Пусть сделает все, что угодно. Я в лице гражданин, на самом деле, немножко провокации. Я вас признаю быть более спокойным. Я спокойный. Я спокойный. Я спокойный, абсолютно. Потому что в основном граждане, которые чувствуют, что он нарушает, они в основном на контакт идут без проблем. Они знают, он знает, они все знают. Просто он думает, я работаю на какого-то дядьку, я в Майбахе, мне никто ничего не скажет. А я скажет, я не пройду в него. Кем бы он ни был. Я и с ФСОшниками общался, и с ФСБшниками, и с вашими начальниками. Никто мне ничего не сделает и не сможет, потому что за мной правда. Понимаете? Вы не правы, и сколько вы бы ко мне не заплатили и не сказали, мы не правы. Да какая разница? Какая разница? Психологическая, физическая, ментальная. Никаких. Я просто хочу, чтобы они не убрали машину. Такая разница? Есть закон, вот о нем так написано. Логните, заходите. Будьте любезны. Конечно. Конечно. Вот, 600 рублей. Вот, 600 рублей. Заезжайте в тюм, паркуйтесь. Будьте любезны, говорите, что да. В смысле, я вам деньги дать? Я вам дам деньги, и заезжайте на парковку. Боритесь. У вас есть парковка. Вы можете встать, вы не хотите. Ваш босс в Булгаре зашел. Или купить свою любовницу в кортье, что-то. Понимаете? Я знаю, что вы здесь стоите. Вы извозчики. Я прекрасно вас знаю. Не первый год с вами общаюсь. Ваш босс имеет 600 рублей заплатить вам на парковку. Вы не хотите, вы встали здесь. Потому что вам никто ничего не скажет, а я скажу. Вы попросили нормально. Да. А что я должен вам сказать? Есть парковка. Вон парковка. Вон парковка. В подвале цума 600 рублей час. Для кого? Для вашего босса, чтобы он вышел и сразу в машину сел? Ну, давайте тогда я сяду на полосе движения и буду книжку читать. Мне так удобно. Я не буду так делать. Я уважаю людей вокруг. Вам всех благ и, пожалуйста, не надо вот так вот делать. Это вас очень сильно прошло. Это нарушение уже осуществление. Если он предотвращает. Если он не поднимает. Подожди, подожди, подожди. Если он... Я так прощаюсь, я так говорю. Если он не поднимает. Вам... Вы нормальный? Я нормальный. То есть вы хотите сказать, что здесь можно стоять? Здесь можно стоять. Я не имею права продолжать с вами разговор. Иначе мой IQ упадет до вашего уровня. До свидания. Всего доброго. Да, я понял. Извините, что подошел к вам. Извините. Не нервничайте. Этот немолодой человек с опытом вождения, не знаю, 30-40 лет заявляет, что вот здесь, 5 метров до светофора, они могут стоять, и это нормально. Добрый день, общество движения СтопХам. Будьте добры, перепаркуйтесь, пожалуйста. Вторым рядом нельзя стоять в нашей стране. Ну, перепаркуйтесь, если вас не затруднит. Мне интересно, вы где-то работаете? Да, работаю. А зачем вам это надо? Меня не устраивает отношения таких, как Вы, Кова, с окружающим, которые едут по своим делам. Это вы так думаете? Ничего не изменится. А вот вы представьте, кто-то домой опаздывает, у него там бабушка больная. Мне кажется, что я все-таки побольше у вас зарабатываю, потому что я прекрасно знаю, сколько зарабатывают флаксисты вроде вас, и зарабатываю я побольше, поверьте мне. Перепаркуйтесь, будьте так добры. Не, можешь меня штрафовать? Я могу вам наклейку на лобалоне лепить, если вы не перепаркуете в течение пяти секунд. Здравствуйте. Всего хорошего. До свидания. Все улыбаются. Коля, мне это нравится. Может, из-за того, что я улыбаюсь? А я вот так вот иду. Как можно не отъехать? Добрый вечер. Извините, что вас отвлек. Полоса движения. Могли бы вы найти себе другое парковочное место, если вас, конечно, не затруднит? Почему вы мне снимаете? Это общественное место, я имею право вас снимать. Ваше согласие не нужно ни для размещения, ни для съемки. Да. Да, всего доброго, пожалуйста. Адекватный человек у меня. Кто? Вы неадекватный человек. Вы неадекватный человек. Человек, который сидит в машине на полосе движения, хотя здесь две должно быть полоси, неадекватный вы. Так, уезжаете? Наклей наклейку, Коля. Наклей наклейку. А, нет, нет, уезжают. Можно было так сразу. Всех благ, до свидания. Не нахуй. Немножечко припугнул. Хотел по плечу, так по-дружески его похлопать. Типа, дружище, не матерись, карму себе не порть, улыбайся, не мешай остальным. Вот, видите, немножечко перегнул. Прости, дружище, водила, извозчик. Не обижайся, пожалуйста. Номера В-0-47-У-Х-47. Сейчас он даст по газам и уедет. А мы идем дальше. Друзья, не унывайте, всегда улыбайтесь. Друзья, не улыбайтесь.